Христиан Гюген в 1675 году сделал то, что до него не удавалось многим учёным. Даже великий Галилей, который задумал часовой механизм с маятником, не успел воплотить его в реальности. А Гюген смог довести идеи до ума, кое-что подправил и, по сути, подарил людям персональный прибор для учёта времени – карманные часы. Именно с этого момента появились понятия «опоздать» и «прийти вовремя». Ах, я так спешу! И всё непоспеваемо! Получив пользование измерительный прибор прошедших минут и часов, человек смог синхронизировать свой организм со сменами дня и ночи. Научился ценить скоротечные мгновения и жить по расписанию. Хуже получилось с осознанием того, что же за штука такая – время. Вроде бы всё понятно. Секунды складываются в минуты, минуты в часы и так далее. Но откуда считать? И как быть с тем, что одно и то же замеренное по часам время человек проживает по-разному? Иногда оно тянется для него очень медленно, в другой раз стремительно несётся. Так что такое время? Абстрактное понятие, набор чисел или главный элемент реальности? И смогли бы люди жить без времени? Физика говорит, вообще эта модель с днями и ночами есть не что иное, как фикция. Времени не существует. Эта эволюция нас отобрала, тех, кто видит время и пространство, потому что иначе мы не смогли бы убивать мамонта или там кабана, чтобы что-то съесть. В классическом определении время – последовательность событий, идущих из прошлого через настоящее в будущее. Но при более глубоком изучении вопроса учёные стали приходить к выводу, что вообще-то время совсем не постоянная величина, а его значение зависит от субъективных условий, в том числе от того, как течение времени ощущает сам человек. Выходит, что время – это категория психологии и психики? Наши сознания и все процессы сознания, они тождественны току времени. Другими словами, с точки зрения психологии, время – душа – это очень близкие, очень родственные понятия. И это особая точка зрения в теории изучения времени, когда мы говорим, что время – не что иное, как душевный процесс, растянутый в пространстве. Бойцы восточных единоборств знают, что такое изменённое состояние сознания во время боя. Для них время как бы растягивается, они успевают сделать за долю секунды то, что мы не успеваем сделать за множество секунд. И отреагировать в том числе и сделать феноменальный приём. Умение замедлить время или вообще выйти ненадолго за его пределы – свойства гениальных личностей. Именно им открываются картины из прошлого и будущего. Однако платой за такое знание может стать то, что называют сумасшествием. А именно в этом не раз обвиняли гениального Сальвадора Дали. Его постоянство памяти со стекающими часами – лучшая метафора вечности. А в вечности, как известно, времени нет. Когда выходишь за пределы времени, да, есть опасность потерять душевное здоровье. Но если уцелел и вернулся, то вынес опыт чаще всего из других пространств, времён, из других концов Вселенной. Исаак Ньютон утверждал, что время – мерный ритм, идущий за кулисами Вселенной. Но Альберт Эйнштейн в теории относительности доказал, что этот ритм может быть разным. Дальнейшие опыты подтвердили – время может изменяться из-за некоторых условий, в том числе из-за силы гравитации. Там, где гравитация выше, время идёт медленнее, а от невесомости время ускоряется. Выходит так, что законы классической физики действуют не всегда, а это полностью меняет привычное представление о том, как всё вокруг устроено. Потому математики и физики в рамках плантовой физики давно пришли к заключению, что это не вкладывается, когда мы изучаем реальный мир, это не вкладывается в нашу парадигму восприятия пространства и времени. С точки зрения классической физики время не может быть отрицательной величиной, не может течь спять. Однако на квантовом уровне действуют уже другие законы. И время ведёт себя совсем по-другому. Оно может ускоряться, создавать завихрение и просто останавливаться. Учёные утверждают, что если тело разовёт скорость выше скорости света, время для него потечёт в обратную сторону. И этим телом вполне может быть человек. А значит, создание настоящей машины времени может быть реально? Учёные говорят, что теоретически да. Фотурологи в этом уверены. Машина времени и путешествия между эпохами – одна из центральных тем научной фантастики. А я рад. Сэр. Рад, что он уехал. Может быть, нашёл, наконец, место, где будет счастлив. А вот психологи считают, что для перемещения во времени специальная машина может быть и не нужна. Всё для этого есть у человека в голове. В изменённых состояниях сознания люди могут перемещаться и в прошлое, и в будущее. Эти случаи известны давно. Правда, действительных научных доказательств пока нет. Но есть целое направление науки – эвереттика. Это интерпретация квантовой механики, которая предполагает существование в некотором смысле параллельных вселенных, в каждой из которых действуют одни и те же законы, и которым свойственны одни и те же мировые постоянные. Эвереттика рассматривает очень серьёзно вопрос того, что возможен переход между временами, возможен переход между состояниями человека, его душа жила в одном теле, потом вдруг оказалась в ином, взяла оттуда знания и вернулась. А в психологически серьёзной литературе Карл Густав Юнг описал несколько случаев психически больных людей, которые черпали знания с такого прошлого, прошедшего давно тысячи лет, о котором историки ещё не знали. И открытия были сделаны только через десятилетия. Выходит всё же, что отношения человека со временем по большей части относятся к области психологии. Получив персональный счётчик времени, карманные или наручные часы, люди научились строить точные планы и работать на опережение, но не контролировать ход времени. В этом смысле мы остаёмся наблюдателями того, как всё течёт и меняется. Но всё равно мы хотим ощущать время, как живое существо, с которым можем справиться. И, наверное, поэтому так много устойчивых выражений. Убить время, остановить мгновение или поймать момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова